Как эксперты и экономические, и технические, имея на то соответствующие полномочия, выданные еще в Росстроим, а сейчас подтвержденные Минрегионом Российской Федерации, я бы сказала следующее. Строительство новой котельной в той ситуации, когда отсутствует горячее водоснабжение весь летний период, а это очень важно, летом принять душ, искупать ребенка, бабушке вымыться нормально в ванной, это не миловажно. И отсутствие стабильного теплоснабжения, особенно в части оказания услуги горячего водоснабжения, это естественно большая проблема. Вот именно для решения этой огромной наболезшей проблемой строится новая котельная. Строительство новой котельной сейчас ведется абсолютно не за счет ничьих средств, кроме как за счет средств инвестора. Вот когда эта котельная будет построена, механизм возврата этих денег инвестору уже сформированный разработом. Механизмом является сформированная и прошедшая экспертизу на всех уровнях и региональной, и федеральной власти, это инвестиционная программа. Данная инвестиционная программа предполагает строительство котельной, ввод ее в действие и работу этой котельной на протяжении ряда лет. Но чтобы действительно этот проект был окупаем, вводится ряд условий. Но это все введется с 2012 года. На сегодняшний день, как я понимаю, данная котельная будет введена в строй уже в 2011 году, и граждане уже смогут пользоваться услугой горячего водоснабжения стабильно. И думаю, будут за это благодарны. Когда говорят, услуга будет достаточно дорога, введение этой котельной в срок после ее окупаемости предполагает удешевление данной услуги. Это аксиома. Кто знает опыт Европы, маломальски знаком с этим, в частности, например, Польшу, может посмотреть. Старые объекты, это, как я всегда говорю, такая яма, в которую можно сыпать, сыпать, и она никогда не наполнится. И вы знаете, что КПД у старых котельных выше, там, бывает 30-20%, ну, в крайнем случае 50%. КПД новой котельной будет достаточно высоко. Вот весь смысл, вот вся экономика в этом. Социальная напряженность у нас очень четко контролирует государство на федеральном уровне. Вводятся так называемые предельные индексы роста платежей граждан. На сегодняшний день предельный индекс роста платежей граждан ограничен на будущий год 15%. То есть, если государство говорит сегодня, вы платили рубль, то завтра больше, чем рубль 15, вы платить никогда не будете. И когда некоторые, там, ну, голоса такие раздаются, что будет там дорого, безмерно, ну, паси Боже.